Ну и что, друзья, продолжаем. Времена, когда нужно было дозваниваться в ЖЭС и оставлять заявку, уже прошли. Это уже в прошлом, как известно, мы вообще живем уже, мне кажется, в будущем. Так вот, развитие технологий позволило сделать процесс понятнее и быстрее. Об этом мы поговорим сегодня с гостем, начальником отдела создания и развития программных продуктов Кубцентр информационных технологий Мингородсполкома Игорем Дубаносом. Игорь, доброе утро! Доброе утро! Очень рада вас видеть. Расскажите же, что это за волшебное приложение такое, которое позволит хозяйкам теперь не волноваться? Что? Знаете, ничего волшебного на самом деле нет. Дело в том, что мы на данный момент, информатизация, охватили верхний уровень системы ЖКХ. Это служба 115. Когда вы подаете туда заявку по телефону или на портал 115.бел, все фиксируется в единой информационной системе. Но эта информационная система на данный момент еще не дошла до мастеров. То есть мастер по-прежнему получает вашу заявку на бумаге. Соответственно, она может где-то потеряться, какой-то момент обратной связи может быть не очень четким по времени, по содержанию. И мы хотим от этого избавиться. Мы хотим, чтобы заявки при помощи этого приложения, которое будет стоять на смартфонах у мастеров, шли к ним непосредственно. И, соответственно, сам мастер в мобильном приложении, а не где-то в карточке заявки, напечатанной диспетчером в том самом ЖСе пресловутом, чтобы он сам давал ответ, чтобы он сам нес полную ответственность за внесение информации в единую базу. Игорь, то есть получается вот это вот звено, так называемое диспетчера, мы просто исключаем из этого процесса, и они как таковые нам уже по сути не нужны. В известной степени да. То есть говорить о том, что мы сразу единомоментно от них полностью откажемся, нельзя. Потому что разработка включает в себя в конечном итоге два этапа. На первом этапе мы начинаем передавать заявки мастеру, но какой мастер ее будет выполнять, по-прежнему будет определять диспетчер. Ну или какое-то другое должностное лицо в эксплуатирующей организации. А в конечном итоге мы стремимся, движемся к тому, чтобы заявки распределялись по мастерам автоматизированно, исходя из их районов обслуживания и кадровых документов, которые фиксируют больничные, отпускают и так далее. Слушайте, ну так получается такая ситуация, что мы можем в какой-то степени даже выбирать себе мастера, или выбирать мастера по рейтингу, например, у какого-то мастера рейтинг. То есть если понравилось, поставил пять звездочек, не понравилось, ну так будет? В конечном итоге, я думаю, да. А когда мы сможем уже оценить все преимущества приложения, когда его можно будет уже скачать на свой мобильный телефон и попробовать им воспользоваться? Значит, смотрите, на данный момент мы говорим о разных вещах. То приложение, которое мы сейчас делаем, его скачать будет нельзя. Оно будет устанавливаться на телефоны мастеров. А-а. В дальнейшем мы ведем работу над тем, чтобы вы могли оценивать результаты выполнения заявок в приложении мобильном 115 Бел, которое будет более тесно интегрировано именно с заявками, которые вы подаете по телефону, а не только с запросами общего характера, относящимися к системе городского хозяйства. Пилотный проект в городе Минске для мастеров, когда мы попробуем их научить работать по-новому, стартует, скорее всего, где-то в апреле-майе этого года. То есть совсем скоро. А расскажите, может быть, у вас есть такая информация, какая самая популярная проблема среди тех, по которым обращаются в ЖЭС? Это вот что? Знаете, я не люблю словосочетание «самая популярная проблема», может быть, «самая надоедливая», «самая раздражительная». Мне кажется, проблема в любом случае раздражает. Ну да. На самом деле, все зависит от времени, от каких-то сезонных особенностей. В холодное время года наиболее такая характерная проблема – это низкая температура отопления или горячей воды. Ну, они обычно в паре идут. Вот мы знаем, что в этом году недавно был зафиксирован 100-тысячный запрос на сайте 115.бел. Вообще, насколько активно люди перестают, начинают пользоваться именно интернетом и перестают звонить? Знаете, здесь надо говорить о чем? Портал 115.бел на данный момент сформировал вокруг себя замечательное сообщество, которое действительно очень глубоко вовлечено в решение общегородских проблем и так далее. Но до сих пор заявки, скажем так, аварийного характера, то есть у меня в квартире прорвало трубу, мы принимаем только по телефону, потому что мы боимся, что в случае, если это будет идти через сайт, в случае каких-то задержек с передачей информации и так далее, информация просто может недостаточно оперативно поступить к исполнителю. Сейчас нашим руководством поставлена задача объединить два канала поступлений, и когда будет достигнут между ними полный паритет по спектру решаемых проблем, я уверен, мы добьемся того, что телефоном начнут пользоваться значительно реже. Игорь, я вам скажу больше. Если у тебя в доме прорвало трубу, ты не будешь сидеть на сайте и писать сообщения, ты будешь кричать, ты будешь звонить и требуешь, чтобы моментально тебе пришли. А мне кажется, вот что бы человека ни произошло в квартире, в доме, неважно, ты все равно будешь звонить, нервничать и кричать, почините мне, пожалуйста. Это зависит от каких-то, может быть, особенностей межпоколенческих, все поколение, вот это вот наиболее современное поколение, скажем так, Инстаграма, ВКонтакте и Фейсбука, оно в этом плане несколько иное. Более спокойные? Не то, что более спокойные, а скорее более замкнутые. Даже исследования социологов показывают, что сейчас молодым людям в возрасте где-то до 20 лет намного проще написать в мессенджере, написать в какую-то группу в социальной сети, чем звонить, психологически проще. И наша обязанность здесь обеспечить для этих каналов поступления информации такую же оперативность рассмотрения и решения проблем, как при звонке по телефону. Когда это будет достигнуто, соответственно, доля телефона сразу начнет быстро, неуклонно снижаться. Когда это будет достигнуто? Ну, скажем так, когда вот это вот молодое поколение само станет не студентами, не студентами, которые, скажем так, живут либо у родителей, либо в общежитиях, в принципе, с этими бытовыми проблемами практически не сталкиваются, когда они сами станут собственниками квартир, молодыми родителями и так далее. В общем, лет через 10, друзья, ждем. Да, да. Спасибо большое, Игорь, спасибо. Друзья, мы еще раз представим нашего гостя. Сегодня к нам приходил начальник отдела создания и развития программных продуктов Кубцентра информационных технологий Мингоросполкома Игорь Дубонос. Ну, а теперь, друзья, набирайте 211-66-95. У нас с вами будет поздравительный звонок в прямом эфире. Ну, а пока очередная визитка участников национального отборочного тура для Евровидения 2018. Продолжение следует...